Всем привет, поговорим о пиве. Сегодня у меня на обзоре немецкий светлый пшеничный эль под названием Patronus. Варится это пиво в Германии на пивоварне Eichbaum. Крепость этого пива 5,5, объем бутылочки 0,5, а не 0,33, как мы уже все привыкли. 0,5 нормальный такой пивной размер. Плотность этого пива 12,3. Варится это пиво в соответствии с законом о чистоте пива, то есть из хмеля, чистой воды и солода. Купил я это пиво в супермаркете Lidl. Я вообще не за пивом шел, но я не мог просто не взять пиво под названием Patronus. Конечно же, я сразу вспомнил много серийный фильм Harry Potter и несколько раз еще вот так вот пытался перечитать название это пиво, но действительно тут написано Patronus. И когда вводишь в поисковике Google или Яндекс, это название, в первую очередь, видно, конечно же, Патронусы. Это про Гарри Поттера, это вот эти вот синие такие силуэты разных зверей. И все сразу же связано с Гарри Поттером. То есть у нас сегодня пиво под названием Patronus из Германии. И я предлагаю сейчас его открыть и попробовать. Бокальчик у меня сегодня небольшой, но форма этого бокала больше всего напоминает бокал для пшеничного пива. Вот сейчас я наливаю это пиво и чувствую такой приятный, очень приятный, такой хлебный пивной аромат, дрожжевой, но вкусный такой аромат. Хочется прям попробовать это пиво. Но к этому мы перейдем немножко попозже. Давайте сейчас вначале посмотрим на его цвет и на пену. Бросается в глаза сразу не цвет и пена, а его очень высокая карбонизация. Очень высокая карбонизация, очень много пузырьков, все стремятся, естественно, вверх. Пиво такое мутноватое, с желтовато-коричневатым оттенком. Оно очень напоминает цвет пива с лимоном, правда, ничего такого особенного, но оно довольно-таки прозрачное. Для пшеничного нефильтрованного пива оно очень прозрачное. Ну, не знаю. Возможно, это какое-то среднефильтрованное пиво. Все-таки это пшеничный L. Давайте посмотрим на пену. Пена очень плотная. Она такая белая-белая, никакого кремового, никакого коричневатого оттенка у нее нет. Она чисто белая, очень плотная. И карбонизация снизу ее постоянно поддерживает. Ну, поддерживает она снизу такими крупными пузырьками. И они такие все-все-все одинаковые, прям такие, как дробинки. Сверху она плотная, постелилась таким одеялком красивеньким. И довольно-таки рельефная. Пиво очень-очень прикольно пахнет. Вот я сейчас рассказываю, а мне прям аромат прям в нос так классно, очень вкусно бьет. Давайте его уже понюхаем. Пиво пахнет вот именно пшеничным пивом. Пшеничной такой пшеничкой. Ощущается сладость, ощущается такая вот цитрусовая терпкость, кислинка. Ой, ну, блин, оно очень классно пахнет. Немножко так хлебушком и, естественно, пивными дрожжами. Оно очень вкусно, приятно и совсем не резко. Оно так мягенько, аккуратненько. Пиво ощущается такое вот плотненькое. Оно пьется и прям его не пьешь, а ешь это пиво. Оно такое вот совсем не водянистое. Первые такие глотки, очень вкусные, очень такие питкие. Ни какой-то, не знаю, мерзости и пакости в нем не чувствуется. Но карбонизация, конечно, серьезная. В пиве ощущается вот такой немножко травяной такой привкус. Не знаю, как его объяснить, но почему-то мне сейчас так кажется. Также ощущается такой вкус зерна, пшена, зерна, не знаю, чего-то такого вот хлеба. Цитрусовая такая сладость. Цитрусовая или фруктовая, вот оно, что такое смешанное, чувствуется немножко кислинка цитрусовая и сладость одновременно. И что от чего, немножко затрудняюсь. В послевкусе чувствуется такая очень-очень мягкая, очень далекая такая, практически не ощущается горечь. Но перед этой горечью ощущается такое вот алкогольное тепло. И алкогольное тепло так перемешивается немножко как с ароматом меда. Вот здесь вот в носоглотке, в горле ощущается такое вот классное тепло. Немножко так ощущается мед, пивные дрожжи, хлеб, хмель. Ну, очень-очень прикольно и довольно-таки вкусно. Пиво вкусное. Вообще даже не хочется что-то еще о нем говорить, просто хочется сказать, что это пиво очень вкусное. Оно действительно мягенькое, освежающее такое. В нем ощущается такая сливочность, мягкость. Пьется оно очень легко. Его не хочется абсолютно ничем закусывать. Его просто хочется пить, наслаждаться его вкусом. Вот сейчас в аромате ощущается также немного меда, такой сладости, медовой. В плане закуски этого пива очень хорошо сочетается сыры, салаты, рыба и морепродукты, моллюски. Не знаю, с этим пивом очень будет круто. На него так смотришь, такое впечатление, что в бокале налили мед. Даже на вид смотришь, очень-очень похож цвет и вид пива на мед. И когда пьешь, ощущаешь тоже такой медовый ароматик. Наверное, на сегодня это все. Я сейчас долью это пиво в бокал, естественно, допью его. Ну а вы должны сейчас поставить, естественно, лайки, подписаться на канал, пить хорошее пиво и увидимся в следующих выпусках. Пока!